Всем привет! Хочу поговорить об одной еще такой странной, достаточно скользкой теме. Это тема всплывшего списка Пандоры нового, в котором отметились практически представители всей планеты. И британцы, и чехи, и поляки, и украинцы, ну и, соответственно, и русские. Но то, что интересно мне оказалось, это тема офшоров Константина Эрнста. Попалась мне на глаза одна статейка в странном издании важной истории, которая практически все посвящена именно разоблачению таких страшных коррупционных схем наших чиновников и бизнесменов. А Эрнст, мне кажется, все-таки бизнесмен, а не чиновник. Он нанятый работник в акционерном обществе. Поэтому есть у него офшоры или нет, ну меня, в общем, мало касается, поскольку тема борьбы с офшорами – это тема, которой должно заниматься государство. С ними, безусловно, нужно бороться с этим, никто не будет спорить. Но пока есть законные схемы оптимизации налогов, ими будут пользоваться. Перекрывайте их, и всем будет счастье. Мы все возьмем и все разделим. И наши дороги будут еще лучше, и наши стройки будут еще больше. Но, тем не менее, в этой статейке основной акцент делается на то, что офшоры, подконтрольные Эрнсту, ну вот, судя по тому видео, которое здесь есть, в принципе, вы сможете его посмотреть. Я специально оставлю ссылочку под этим видео. Так вот, основная мысль этой статьи и этого видео в том, что подконтрольные Эрнсту офшоры захватили в Москве практически все старые добрые кинотеатры. И что, ай-яй-яй, какая беда произошла, как же мы теперь будем без них жить? 39 кинотеатров. Хотя, на самом деле, больше, и я покажу потом, почему. Будут реконструированы, будут переделаны. И основная мысль вот этого автора, это та, что мы теряем архитектурные памятники. И ой-ой-ой, ай-яй-яй, как же быть, что же делать? Тем более, что деньги утекают в офшоры. При этом они совершенно не стесняются вот на каждой страничке просить донатиков. Ну, бог им судья. И вот я посмотрел, ну да, действительно, есть некоторые объекты, которые, в общем, являются такими символами эпохи советской, подзастойной, символами архитурного модернизма нашего отечественного. Но, тем не менее, сказать, что прям все они шедевры, я не могу. Тем более, что таких типовых проектов, они практически все это типовые проекции. Их очень и очень много. Да, наверное, имело бы смысл хотя бы несколько из них сохранить. Но возникает вопрос, а что их перепрофилировать и как? Потому что кинотеатр такой, особенно советский кинотеатр, в котором практически всегда был один зал, его достаточно трудно перепрофилировать под что-либо еще. Поэтому задача реновации таких объектов, она очень-очень сложная с точки зрения функционала и логистики того, что происходит. Но вернемся к статье. Вот в ней есть два примера. Это кинотеатр Ереван и кинотеатр Витязь на улице Миклуха Маклая. Плюс еще информация о том, что, а, мы потеряли кинотеатр София. И вот здесь сразу же я наткнулся на то, что человек немножко передергивает. Потому что недавно, в недавнем обзоре одной из наших отечественных архитектурных премий, я рассказывал о реновации кинотеатра Еревана. И вот здесь все говорится о том, что все разрушено, все пропало, здесь будет торговый центр. Но давайте посмотрим, вот как выглядел кинотеатр Ереван до реконструкции. И вот как он теперь выглядит. Теперь здесь не торговый центр, а это информационный центр московского метро. Центральный информационный центр. И вот тут меня, в общем, немножко это и зацепило. А насколько вообще правдива вся информация, которая в этой статье. И даже в первом же объекте мы получаем вот такой подлог. Но немножечко напрягшись, можно посмотреть, что же это вообще за программа такая. И что по этой программе получается. И, ну, в общем, долго искать не нужно. На сайте МОСРУ есть целая страница, огромная страница, большая, очень подробная, очень информативная о том, как идет эта программа. Действительно очень большая программа реконструкции советских кинотеатров. И, опять же, здесь будет ссылочка прямо на эту страничку. Вы посмотрите, сколько их. Да, вся информация открыта. Это и кинотеатр «Алмаз», «Баку», «Киргизия», «Первомайский», «Варшава». Ну, в общем, их действительно очень много. Практически во всех районах нашей большой столицы. Да, очень многие проекты, которые используются для реконструкции, они почти типовые. Да, иногда мне кажется, что, может быть, имело бы смысл как-то разнообразить эти проекты и, может быть, привлечь чуть больше архитекторов к этому замечательному проекту. Ну, вообще проекту «Реновация» комплекса этих кинотеатров. Ну, вот сейчас мы листаем и смотрим, в каком состоянии все, что было отдано на поругание современным архитекторам. Ну, естественно, состояние у них очень плачевное, поскольку, опять же, использовать эти комплексы по назначению в современном мире невозможно. Ни оборудование, ну, в общем, ничего, ни вентиляция не подходит для современного кинотеатра. Они морально устарели. Другие площади там тоже размещать невозможно, это неудобно, там нет для этого места. Архитектура, опять же, в некоторых объектах, да, очень выразительная, но некоторые, в общем, ни о чем они могут быть, но совершенно спокойно могут и не быть. То есть это не те объекты, за которые, скажем так, я бы прям боролся и положил бы всю свою жизнь на их спасение. Но, тем не менее, вы, опять же, можете почитать все внимательно в этой программе, а я просто вам покажу несколько объектов, которые вот здесь, на этом же сайте, на mos.ru. А, кстати, огромное спасибо тем, кто его создал, очень удобно пользоваться. Вот есть примеры того, как это выглядит. Вот что у нас получилось после реновации кинотеатра «Ангара». Вот что было до этого. Ну, я не думаю, что найдется кто-то, кто скажет, что нужно было сохранять вот это вот все. То есть я не знаю, достойно ли это сохранение. По-моему, то, что получилось, получилось гораздо лучше. А вот кинотеатр «Эльбрус». Да, это очень выразительное для своего времени здание. Но вот что получилось. Тоже, да, практически типовой проект. Если мы посмотрим с «Ангарой» сравним, да, это очень похоже. А может быть, в этом и состояла задача. На месте типовых кинотеатров у нас появляются типовые культурные центры. И вот еще раз, акцент, да, это культурные центры. Это не торговые центры, как это декларируется в статье господина Анина. И опять же, да, скромный проект. Да, ничего супер выдающегося. Но давайте опять посмотрим. Было, стало. Было, стало. Мне кажется, что хуже не получилось. Получилось лучше. Актуальнее, современнее, правильнее. Давайте еще посмотрим. Ну вот кинотеатр Будапешт, наверное, да. Я соглашусь, что вот тут можно было бы, например, все-таки не использовать типовой проект. Потому что здесь какая-то выразительность у этого здания есть. Не шедевр, но, тем не менее, очень-очень крепкая модернистская архитектура. Яркий представитель советского брутализма. Вот такой проект теперь там построен. Не знаю, не знаю. Это красиво. И это красиво. Но, опять подчеркну, старые здания кинотеатров безумно тяжело эксплуатировать. Их очень сложно. Короче, в старые мехи очень сложно влить новое вино. Потому что во всех этих новых культурных центрах будет не один и не два кинозала, а до шести. Что очень важно для тех, кто занимается прокатом кино. Потому что на одном зале заработать невозможно. У вас одновременно должны идти пять-шесть картин. Потому что по-другому зритель не пойдет. Вам нужно привлекать туда посетителей. Плюс вам нужно создавать там какую-то атмосферу, которая будет сопутствовать вот такому отдыху. Это и торговля, и еда, естественно. И все это в этих новых комплексах, естественно, делается. Ну, вот смотрите, даже спорт. Разве это плохо? Нет. Я считаю, что это отлично. Это прекрасно. Когда у вас на месте старого замшелого, уже умершего кинотеатра появляется в районе новая точка притяжения. Мне кажется, что это прекрасно. Я думаю, что жители этих районов скажут спасибо. И властям, которые решились на такой проект. И тем, кто решился вложить в это деньги. А это очень и очень немалые деньги. Ну, вот еще один образец. Это кинотеатр Нева. Вот как он выглядел. Ну, да, милая советская классика. Но вопрос, кто-нибудь по ней сейчас сильно скучает. Мне кажется, что вот это все-таки гораздо более актуальный вариант для этого объекта, для этого места. Ну, и плюс, опять же, очень аккуратные, очень хорошие проекты. Очень много из них выполняет Настяская, к сожалению, покойного, нынче Сергея Киселева. Очень хороший проект, очень хорошая группа. Очень сильная мастерская. Слава богу, что она живет. Вот тоже может быть проект, который можно было бы и пожалеть. Но, опять же, я не очень понимаю, как вот в эту каменную коробку можно вместить помещение, которое требует большого количества света. Это и торговля, это и фудкорт, и это разные помещения культурного назначения. Поэтому, да, и здесь я тоже за такую реконструкцию. В общем, наверное, что можно сказать? Человек, который писал эту статью, который попытался вылить немножечко крови, немножечко грязи на этот проект, именно на проект реновации и ревитализации 39 кинотеатров, мне кажется, немножечко все-таки переборщил. Считать деньги у господина Эрнста будет налоговое. А нам с вами нужно взвесить и для себя решить, что лучше. Сохранить псевдопамятник, потому что половина проектов – это типовые проекты, которые были использованы для строительства кинотеатров 70-х. Либо для каждого района создать новый, удобный, светлый, практичный, приносящий прибыль и приносящий удовольствие культурный центр. Я считаю, что лучше сделать жизнь наших жителей, жителей нашей столицы удобнее, чем она сейчас и есть. И это здорово. Это хороший проект. Я его поддерживаю. На этом, наверное, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok